Новые учебные заведения возведут в Краснодаре, Армавире, Новороссийске и Сочи. Сегодня там наиболее остро стоит вопрос с нехваткой мест в школах. Здания будут строить по типовым проектам. Их уже утвердили в Минстрое России. Также Вениамин Кондратьев призвал глав муниципалитетов своевременно подавать заявки для участия в федеральных программах и готовить всю необходимую документацию. Кроме того, по мнению руководителя края, местным властям необходимо активнее работать с инвесторами. С нашей стороны будет безответственно абсолютно и преступно, если хотите, если мы сегодня не будем находить возможности, средств для того, чтобы на самом деле на системной основе начинать строительство школ в крае. Не в Краснодаре, не в отдельном районе в крае. Это преступление перед нашими детьми в первую очередь. Глава муниципальных образований, коллеги, всем вам говорю, если есть возможность работы, неважно, это бизнес строительный или просто бизнес, или инвесторы, строите школы, под мою ответственность, я еще раз подчеркиваю, селектор ведется, протокол ведется, школы мы будем выкупать. Ваше поручение начать работу с инвесторами, для того, чтобы они начали строить, с гарантией, что мы выкупим, на данный момент выполняется. В городе Краснодаре получено разрешение на строительство микрорайон Губернский, школа 1550. Они ее сами разработали и они ее вводят сами в проекты повторного применения. Также мы ведем переговоры с инвестором строительства такой же школы 1550 в Молодежном и на Восточном Кругляковской. На строительство школ в следующем году потратят около полутора миллиардов рублей. Полностью же решить проблему с дефицитом учебных мест планируют к 2025 году. К этому сроку, с учетом роста миграции, на Кубани необходимо построить не менее сотни школ. Если говорить о миграции и о том, какая у нас демографическая ситуация, то до 2025 года нам потребуется ввести 200 тысяч новых мест. Чтобы было понятно, что это за безумные цифры, скажу, что за 10 лет в Крае введено 13 тысяч мест за 10 лет, в то время как должно было быть введено 100 тысяч минимум, чтобы мы сегодня не испытывали вот эту потребность и вот эту катастрофу, с которой столкнулись. На совещании Венимин Кондратьев распорядился также рассмотреть возможность увеличить финансирование программы ремонта сельских домов культуры до 120 миллионов рублей. Больше 70% клубов в Крае сегодня нуждаются в замене кровли или других ремонтных работах. Как отметил глава региона, в небольших станицах и поселках дом культуры – это главный досуговый центр для жителей. Проработать вопрос о выделении средств на их реконструкцию губернатор поручил Министерству финансов. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.